Здравствуйте дорогие друзья! Я продолжаю знакомить новых и не очень владельцев мобильной яблочной техники с неочевидными возможностями iOS, которые обычно не показывают на презентации, но с ними процесс взаимодействия с операционкой становится куда приятнее. Так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Раньше чтобы выделить группу фотографий необходимо было монотонно выбирать каждую из них или тапать по группе, а уже затем исключать ненужное. В последних актуальных версиях iOS процесс выделения происходит куда проще. Выделяйте фотографию и тяните вправо, ну или вниз. Удобно? Однозначно. Владельцам iPhone с 3D Touch, а это на момент записи видео были iPhone 6s и 7, больше не нужно насиловать кнопку домой двойным тапом, каждый раз переключаясь между приложениями. Теперь достаточно сделать глубокое нажатие на левый край экрана и дотянуть палец до середины, как откроется меню многозадачности. А если сделать долгий тап и затем переместить палец в противоположную сторону дисплея, то произойдет быстрое переключение на последнее приложение, которое было запущено ранее. Экраны современных смартфонов и планшетов позволяют отказаться от ущербных мобильных версий сайтов. Остается лишь переключиться на полную версию. Для этого в Safari сделайте долгий тап по кнопке перезагрузки в адресной строке и нажмите соответствующий пункт меню. После перезагрузки перед вами откроется полная версия сайта. Также если вы в Safari случайно закрыли одну или несколько важных вкладок, то можно к ним быстро вернуться и для этого нет необходимости переключаться в историю. Для этого сделайте долгий тап по плюсу, который создает новую вкладку и вы окажетесь на странице недавно посещаемых сайтов. Для того чтобы обновить вкладки App Store не обязательно его выгружать из режима многозадачности. Достаточно 10 раз быстро тапнуть по соответствующей вкладке, как она тут же обновится. Помимо стандартных мелодий на будильник можно поставить ваши любимые треки из музыкальной медиатеки. Для этого зайдите в раздел звук, а затем откройте пункт выбор песни. Согласитесь, просыпаться под подходящую мелодию куда приятнее. Думаю многие используют меню поделиться для удобного шаринга всего и вся. Только вот почему-то не все настраивают его под себя. Сделать это можно как через кнопку еще, где добавляются или удаляются иконки приложений и сервисов, так и банальным перетаскиванием иконок в главном окне. Чтобы сфокусировать внимание кого-либо на изображении не обязательно скачивать из App Store сторонние рисовалки. Достаточно воспользоваться разметкой в штатном просмотрщике фото. Тут можно рисовать разноцветными маркерами, размещать увеличительную лупу, кстати тоже поддается кастомизации при помощи специальных ползунков и добавлять текст. Если у вас старое устройство или вы все-таки просто закрываете приложение из режима многозадачности по привычке, то делайте это с удобством. Вместо выкидывания каждой карточки по отдельности используйте три пальца, чтобы выгружать по три приложения за раз. А вообще, если верить руководству Apple это действие абсолютно не нужно и скажу даже больше, выгружение приложений из режима многозадачности приводит к повышенному расходу аккумулятора. Если вы считаете, что самым быстрым способом отключения фонарика станет пункт управления на заблокированном экране, то вы ошибаетесь. Есть несколько более удобный способ отключить фонарик. Для этого на экране блокировки слегка сделайте свайп влево, как будто хотите открыть камеру. Этот жест отключает фонарик. На этом все. Если хоть одну фишку из этого ролика вы не знали, значит я не зря снимал это видео. В комментариях можете рассказать о своих любимых лайфхаках связанных с интерфейсом iOS. Но на этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. Не жадничайте ставить лайки и разумеется подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать самые новые интересные видео из мира Apple и высоких технологий в целом. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.